Прошла как по маслу. Сто процентов. Пожалуй, это, наверное, первая дорога, где вообще совершенно никаких проблем у нас нет. То есть у нас мы не будем ставить генеральному подрядчику никаких условий, чтобы что-то они устраняли. На мой взгляд, пять баллов. На уровне теперь не только покрытие, но и необходимая инфраструктура. На этом отрезке установлен новый остановочный пункт и дорожные знаки. По сравнению с прежней дорогой новая стала шире на четыре метра. Как отмечает директор подрядной организации Радик Форзудинов, работы шли три месяца. Финансирование состояло 78 миллионов рублей. Не обошлось без инцидентов. С одной большой трудностью мы здесь столкнулись. Это местные жители, которые периодически у нас экспроприировали соляру и прочие детали разной техники. Я надеюсь, что присутствие дорожников в регионе со временем будет все больше и больше. И мы, так скажем, не будем динозаврами для населения. То есть нас будут узнавать и не будут у нас откручивать ценные детали. По словам представителей подрядной организации, гарантийный срок службы полотна – пять лет. Ремонт этого участка завершил дорожные работы в Приангаре в 2013 году. Температура на улице неуклонно понижается. Вся запланированная реконструкция автодорог будет продолжена весной. Артур Харламов, Александр Мокин. Новости сейчас. 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 современное, удобное и безопасное. Все остальное здесь тоже радует глаз. Иногда даже те, кто не попал в наше дошкольное учреждение, просят показать, пройтись по группам, посмотреть. Им очень нравится цветовое решение, теплые наши полы. Очень замечательное у нас игровое оборудование. Строительство дошкольного учреждения началось в июле прошлого года. Местные жители тогда выступили против, боялись, что на этой площадке возведут офисное здание или жилой дом. Сегодня они могут вздохнуть спокойно, как и подрядчики. Сад сделан технологически очень хорошо. Мы каждый новый проект улучшаем. И учитываем все недочеты, которые были в предыдущих проектах. Сейчас вот здесь на первом этаже мы говорили, что уже теплый пол сделан, чтобы детишкам было комфортно. Все отопительные приборы заранее закрыты обрешеткой, чтобы никто не поранился. Осталось завести посуду в столовую, мебель в группы, и детский сад можно открывать. Его сможет посещать 141 ребенок. Первые воспитанники придут сюда в ноябре. Необходимые на строительство средства были выделены из городского и областного бюджетов, как отметил мэр Иркутска Виктор Кондрашов, согласно муниципальным программам до 2017 года. В областном центре планируется построить около 20 детских садов. Татьяна Веретина, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.